Альтернатива мирному регулированию Карабахского конфликта Тегринакерты и австралийский рай стали городами-поворотеренными. В Афганистане в результате взрыва на предвыборном митинге президента погибли десятки человек. Партия Эрдогана медленно тонет, десятки тысяч покидают ряды ПСР. На холме Харбер-Цавун в Урфе найдено строение, напоминающее порт Ассар. Фестиваль Армения прошел на трехцветной площади Бакаэл в Румынии. Источник построенный армянами 200 лет назад в деревне Чидлипахче в районе Хазеров-Тегринакерте. Западная Армения продолжает беспрерывно течь. Источник, построенный армянами в 1802 году, является одним из исторических памятников жертв геноцида против армян. Жители деревни пьют и используют воду источника для орошения своих полей. Когда реки засыхают, сели из-за сазухи, этот источник продолжает течь. Источник был построен армянами во время геноцида против армян в 1915 году. Армяне нашей деревни также были убиты. Все без исключения были в полях за деревней убиты. Теперь армян больше не осталось, отметил 58-летний житель села Шахбаттин-Дешлик. Возглавляемая министром иностранных дел Республики Армения Заграба Мунацаканяном, делегация посетила Рижский замок, где их принял президент Латвии Эгилс Левиц. Об этом сообщает прислужба МИД Армении. Министр Мунацаканян поздравил Эгилса Левица с выступлением недавно в должность президента и передал ему поздравления и добрые пожелания президента Армении Армена Саркисяна. Коснувшись нынешнего уровня отношений между Арменией и Латвией, Заграб Мунацаканян с удовлетворением отметил, что армяно-латвийские отношения основаны на взаимном уважении и это отношения между народами, имеющими особо сильное чувство свободы и независимости. В контексте партнерства с ЕС и странами Евросоюза собеседники придали важность восточному партнерству как эффективной платформе, содержащей большой потенциал. Коснувшись карабахской проблемы, министр Мунацаканян представил принципиальную позицию подхода Армении. Президент Левиц и министр Мунацаканян подчеркнули, что альтернативы мирному регулированию конфликта быть не может. Совет старейшин Степанакирской городской общины принял решение провозгласить австралийский райд к гордым побратимам Степанакирту. Как сообщили Армен Пресс, при службе МИД Республики Арцах в решении выражено убеждение, что установление и укрепление дружбы между городами будут способствовать формированию и развитию дружественных связей между жителями городов, а также налаживанию партнерских отношений между Республикой Арцах и Австралией. Решение Совета старейшин последовало за аналогичной резолюцией городского совета города Райт, принятой 23 июня 2019 года в преддверии визита в Австралию официальной делегации Республики Арцах во главе с министром иностранных дел Масисом Майляном. Взрыв в Афганистане у места собрания представителей избирательной кампании президента Ашрафа Гани в провинции Парван произошел тот момент, когда глава государства начал свою речь, передает телеканал Тола Ньюс со ссылкой на корреспондентов. Инцидент произошел во вторник. Ранее телеканал 1ТВ со ссылкой на источники в службе безопасности сообщил, что в действии было предведено магнитное взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю. По данным Тола Ньюс, Гани в результате взрыва не пострадал. Как уточнил представитель губернатора провинции, самодельное взрывное устройство находилось в автомобиле службы безопасности. Около 60 тысяч человек покинули правящую партию справедливости и развития после взлома в ПСР. В связи с поражением на выборах мэра Стамбула, пишет обозреватель Гювен Юркан Остан в ежедневной газете «Биргюн». Членство в ПСР открывало многие двери для граждан Турции и было почти обязательным, если кто-то хотел выиграть крупномасштабные тендеры или найти работу для родственника. Отмечает автор, добавляя, что после поражения ПСР на выборах мэра Стамбула и Анкары ресурсы, имеющиеся в распоряжении партий, значительно сократились. По его словам, в настоящее время идет борьба за большой кусок пирога, поскольку партийная элита не желает делиться. По мере того, как коррупционные скандалы раскрываются один за другим, важные члены ПСР уходят в отставку. Чтобы создать новые партии, у президента Раджепа Тайпа Эрдогана, судя по всему, не хватает сил, чтобы остановить их, поскольку членство в ПСР обходится дорого. Репутация Эрдогана как лидера объединяющего консерваторов страны ставится под сомнение, министры которых ПСР импортировал из частного сектора, усугубили ситуацию, поскольку бюрократические механизмы, которые правительство должно было упорядочить, не в состоянии выполнить самые основные задачи. По словам обозревателя, коренной причиной нынешних проблем в стране является президентская система. В результате раскопок на горе Харбет-Савун в Урфе Западной Армении были обнаружены памятники, напоминающие список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Порт-Асаре. Как известно, Порт-Асар известен как самый старый в мире храмовый комплекс. Впервые он был обнаружен в 1963 году. С 13 по 15 сентября в БКУ Румыния состоялся фестиваль Армении, организованный Армянским Союзом Румынии в БКУ при поддержке муниципалитета города. Как сообщили Арменпресс, посольстве Армении в Румынии фестиваль был посвящен столетию Союза Румынских Армян. В течение трех дней армянская культура, песни и танцы были представлены местной публике и гостям на трехцветной площади БКУ. На фестивале были представлены выступления армянской народной, современной и джазовой музыки популярного певца Жана Самбатяна, а также мастера Дудука Космина Рафаэля Балиана. Зрители были загипнотизированы блестящими выступлениями известных румыно-армянских джазменов Гарри Давидяна и Габриэля Дедеяна. В фестивале приняли участие много армян и румын из разных городов Румынии. По всей площади располагались павильоны с армянской литературой, ремеслами, армянскими напитками, кофем, сувенирами и сладостями. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Ашух Георг Гогар Хованисян». «Ашух Георг Гогар Хованисян», «Ашух Георг Гогар Хованисян», «Ашух Гогар Хованисян». «Ашух Гогар Хованисян», «Ашух Гогар Хованисян», «Ашух Гогар Хованисян». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Продолжение следует... Продолжение следует...